Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 31 год. Мама мне пытается вмешивать комплексы, например, говорит, что у женщины моя мудрость и здоровье плохое. Или если я до 30 лет не нравилась мне одному молодому человеку, в 30 уже познакомилась со своим будущим мужем. Еще она это со своими подругами обсуждает, или еще в свое время советовала вытяжать нуждая никчемного человека, раз уж больше никому не нужна. Меня постоянно чувство вины мучает, время в подавленном состоянии нахожусь. Я считаю, что лучше научиться ее неслучать, переводить разговор на другую тему, или уходить. Помогите, пожалуйста, получше разобраться в ситуации. Анна, вы когда пишете, чтобы мы вам помогли, как вы говорите, получше разобраться в ситуации, вы хотя бы скажите, получше в чем именно вы в ситуации хотите разобраться. Вот, потому что так пока, исходя из того, что вы описываете, так вообще не совсем понятно, в чем именно вы хотите разобраться. Вот, в смысле того, что вы вроде бы сами понимаете то, что с вами происходит. Вроде бы вы сами говорите о том, что вот, мама ведет себя, ну вот так, как ведет. Вот, и для меня это как-то вот неприемлемо, наверное, судя по тому, что вы говорите, то есть вы считаете, что, ну, что в этом смысле мама, она не была, да? Да, вы считаете, что в этом смысле, что мама, она, ну, ведет себя как-то, ну, неправильно, да? Вот, и вы как-то вот сами в этом смысле все, на мой взгляд, понимаете, и понимаете, ну, более чем адекватно. И мой вопрос, он, пожалуй, заключается в том, в этом смысле, мой вопрос заключается в том, в том, чего же вы хотите-то в общем и целом. То есть, в общем, вам нужна помощь, чтобы разобраться, вот, понимаете, да, какая стора? Я, честно говоря, пока не очень понимаю. Дальше, вы пишете о том, что ваша мама вношает вам в комплексы, говорите вы. Здесь ситуация, на мой взгляд, правдива лишь от счастья. А почему? Правдива лишь от счастья. Потому что, это и ваша ответственность, тоже. То есть, ваша ответственность, на мой взгляд, заключается в том, что вы, как бы, эти комплексы, которые навязывает вам ваша мама, принимаете, принимаете на свой счет. Ведь, на мой взгляд, вас в этом смысле никто не заставляет это делать. Никто не заставляет вас принимать то, что она говорит. Но вы это делаете. Вы принимаете ее слова, получается, за чистую монету. То есть, вы ей верите. А дальше ситуация, в общем и целом, складывается довольно, ну, довольно просто в этом смысле. И довольно, как мне кажется, понятно в том, в том плане, что идет у вас, ну, противоречие, у вас идет противоречие. То есть, вы, грубо говоря, с мамой не согласны в том, что она, например, говорит. Вы это подавляете, потому что, ну, возможно, понимаете, возможно, допускаете, что спорить с мамой нет смысла, да. И вы просто подавляете свой протест. Ну, вы привыкли, вероятно, так делать. И дальше ситуация просто, ну, вот, складывается так, что этот протест, обращенный против уже, как бы, вас, он и приводит к чувству вины. То есть, если вам нужно на кого-то злиться, то вы будете злиться на кого-то, правильно, на свою маму. Ой, на себя. Вот. Если не на маму. На маму вы себе злиться запрещаете. Вот. Почему? Это хороший вопрос. Боитесь ли вы ее? Считаете, что она лучше знает, как там жить? Не привыкли вы, к примеру, там, я не знаю, доверять, ну, доверять себе? И так далее. То есть, вот тут, как бы, есть нюанс. На который вам имеет смысл обращать свое внимание. Как это все происходит? Дальше. Вам необходимо... Значит... Вот, что необходимо сделать. Ну, на мой взгляд. Вам необходимо... Для себя... Для себя... Определить... То, чего ваша мама хочет. Ну, вот, вообще, просто, что она хочет. Что она хочет, что ей, вот, ну, 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 что ей нужно, да? То есть, постараться для себя... Понять этот момент. Чего ей, чего ей нужно-то, а, вообще... Вообще. Ну, не, 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 не просто, вот, сейчас она все это говорит. Вот. Как вы... Сами, например... Шипяется. Она это делает... Она это делает... Для... Для... Для вас. То есть, она это делает для... Ну, того, чтобы... Вам было... Вам было хорошо. Она это делает для... Того, чтобы... Помочь вам. Или она это делает для того, чтобы... Каких-то, ну, каких-то... Свои цели достичь. Каких-то своих целей достичь. Вот. Можете ли вы... Себе... Сами... На этот... На этот вопрос ответить. На этот вопрос. Можете ли вы себе ответить? Попробуйте. Попробуйте себе ответить на эти вопросы. Я бы сказал, что это очень важный момент, но сейчас у меня есть такое ощущение, что вы себе не отдаёте отчёт в том, что происходит, мне кажется, что вы не задаётесь вопросом, каким образом это происходит и так далее. Ну вот, по моему мнению, да, по моему мнению, вот, значит, ситуация выглядит таким пока что образом. Да, неприятно, да, неприятно, но вот так. По поводу того, что делать, то есть по поводу того, что вы говорите, да, там переводить, значит, переводить беседу, да, в какое-то вот другое русло или выходить из беседы, в принципе. Вот. Я думаю, что здесь вам, конечно, нужно решать самостоятельно, мне кажется, что было бы очень, ну, было бы очень неплохо, если бы вы смогли бы поделиться со своей мамой тем, что вам неприятно что-то слышать. вот. То есть мне кажется, что абсолютно ничего плохого и абсолютно ничего нормального нет в том, что вам может быть вот, ну, неприятно слышать, ну, какие-то вещи, да, ну, связанные с тем, что она говорит. И для начала просто вот, как бы просто делиться с ней, своими переживаниями, своими чувствами, тем, как вы, например, реагируете на ее, значит, слова, да, на ее вот какие-то поступки и так далее. Это, это первый момент. И второй момент, это вот ваша собственная такая вот уверенность, уверенность в себе, которой сейчас, судя по всему, нет. то есть тут опять же комплексы, то есть это вот, ну, такое получается, как бы, поправьте меня, поправьте меня, если я ошибаюсь, такое чрезмерное, чрезмерное доверие вашей маме, вот, чем это чрезмерное доверие для вашей маме, в данном случае, ну, подтверждается, да, чем оно, вот, подкрепляется, для меня непонятно, вот. Ну, вы в любом случае можете подвергнуть это, ну, критику. Вы в любом случае можете подвергнуть это сомнению, вот. Вот, вы в любом случае можете с этим что-то сделать. Ну, то есть в первую очередь вы можете это пропустить через свое собственное осознание, да, через, допустим, призму вот своих эмоций, призму своих чувств, да, и постараться увидеть в этом, да, может быть, может быть, какое-то, какое-то рациональное зерно в этом вы для себя увидите, но также вы можете увидеть в этом изерного нерационального, нерационального, вот. Я бы не сказал, что то, что причиняет вам боль, да, я бы не сказал, что то, что причиняет вам, ну, негатив, то, что причиняет вам беспокойство, вот, это верную истину. Сейчас вот мне, например, на данный момент это видится в таком ключе. Ну и в целом, наверное, речь идет о работе с личными границами, вот, потому что, по-видимому, у вашей мамы они вот отсутствуют в какой-то степени, да, отсутствуют, отсутствуют, ну, чувствования, отсутствуют чувствования личных границ, вот. Это неприятно, да, это очень, может быть, травматично даже, даже, вот. Но, на мой взгляд, поскольку и если вы планируете и дальше с своей мамой общаться, да, если вы и дальше планируете с своей мамой взаимодействовать, то, на мой взгляд, нужно вот, ну, принять то, что она вот такая и вряд ли изменится. То есть, скорее всего, это невозможно и нереально, вот. То есть, это вот те вещи, которые вам лучше, как можно быстрее для себя признать, да. Вот, на этом все, пожалуй, я надеюсь, что мой ответ был вам интересен, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам скримулировать базовые постулаты для психотерапии. Желаю вам всего самого хорошего.